Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 июля, я вот хожу, обстригаю томаты, которые хорошо поспели. И хочу показать вам мою полуобглоданную теплицу, которую мы уже половина съели. Что в ней осталось? Вот так как у меня плоды начали поспевать уже в июне, то, конечно, все нижние кисти, вот на тех томатах, которые рано начали зреть, видите, внизу они уже все голенькие. Вот все голенькие у меня остались, только вот на уровне уже выше пояса, например. Остался у меня весь целый штраух, который я сейчас показала. И, сейчас покажу, и не обрывала я, по-моему, а, тройку. Я сибирскую тройку еще не обрывала и вам не показывала. Вот завтра, наверное, покажу и тоже сниму. Остальные томаты, нижние кисти, конечно, я уже давно сорвала. Вот я вам показывала, был здесь любимый праздник. Был пудовик большой на нижних кистях, теперь его уже нет. Русские богатыри вообще вот такие вот пустые, кочерыжки они висят, все съели. И вот это еще раз, к той теме, которую мы поднимали, и многие говорили, что спасибо, что вы подняли, к тому, что теплица реальная, настоящая, вот толстый джек, тоже обобранный весь. Настенька обобранная, я уже семена с нее делаю. Люди благодарят за то, что я подняла тему, что реально эта теплица, она никогда не будет выглядеть так красиво, как на картинке. Вот я считаю, что у меня и урожай хороший. Вот видите, какие они, они рясные, все. Но сейчас я вот эти пообстригу, которые спелые, и останется тут всего ничего. Верхние кисти, они, конечно, висят, но они уже не такие крупные и не такие, как аппетитные, как первые. Внизу обычно же всегда вот побольше. И такой картины, как говорится, ошеломляющей, чтобы все было увешано у нас, чтобы вообще все ломилось, ее не бывает никогда и быть не может. Если теплица для собственного употребления, если вы выращиваете томаты и кушаете их, конечно, она будет уже пустовата в июле. Ну а в августе тут останется наверху мелочь. Все, перейдем в открытый грунт. До свидания. Вот так вот некрасиво выглядит у меня теплица на конец июля. С вами была Ольга Чернова и объеденная моя теплица.